Здравствуйте, дорогие телезрители! С вами я, Ларина Сукуева. В эфире новый выпуск программы «Якутия. 20 лет в 21 веке». Мы продолжаем анализировать итоги первого 20-летия 21 века и обсуждать с нашими героями, как изменилась Якутия и какой она вступила в новое десятилетие. Сегодня герой нашей программы – заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Арктического государственного агротехнологического университета Дмитрий Платонов. Дмитрий Николаевич, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня спорт становится ключевым аспектом для повседневной жизни всех жителей нашей республики. И за последние годы наблюдается популярность, причем такая резкая популярность спорта. Как вы думаете, в чем заключается причина такой популярности? Не спорт, а физическая культура. Потому что обычный человек, он спортом не занимается, спортом занимаются те, кто забивается какой-то высокий результат. Если мы возьмем 2003 год, если нас занимали всего где-то около 23% людей, сейчас уже больше 40% занимаются. Вынесло число специалистов по физической культуре. Грамотных специалистов и качественно подготовленных. Второе – это создано условие. Это строительство больших спортивных залов. За последние 20 лет построено вот таких больших, хороших спортивных залов 96. Спортивный зал – это очень хороший, думаю, результат. По всей нашей республике обеспечено где-то более 1686, я не особо, спортивных залов, которые население обеспечивает по пропускной системе 43%. И плюс – это наши спортсмены, которые профессионально занимаясь, показывают всему миру, нашей России, что наша нация, хотя в таких погодных условиях живет, могут хорошо показывать результаты. И наши дети, видя все это, да, и пожилые возрастные люди тоже начинают заниматься. Это живой пример. И живой пример, я хотел бы сказать, наших руководителей. Возьмем мы Владимир Владимировича Путина. Где мы его не видели? Он то на лыжах катается, то на мотоцикле, то на Камазе, то бежит, то борется. Вот если вот сам руководитель все это делает, то люди, конечно, будут. Возьмите нашего главу Айсена Сергеевича. Ныряет в холодную погоду, так это тоже идет оздоровление, закаливание. Также вместе с нами бегает, также катается. Вот все это приносит, конечно, очень большие плоды, чтобы наше население оздоровлялось. И я всегда был убежден, и знаю, если человек занимается ежедневным спортом, да, это активный человек, жизненно активный человек, приносящий большую пользу нашей России, нашей республике. Но, однако, мы живем в таких специфических климатических условиях, вы об этом уже упомянули, да. Как это отражается на предпочтениях и возможностях для любителей спорта и спортсменов? Я просто как пример приведу в наш парк, если мы выйдем в городской. Были времена в парке, когда я приходил по молодости, два-три человека, мы бегали, там вообще никакой даже тропы не было. Все было, один сугроб, так. А сейчас, когда мы приходим, там четко утоптанная трава, пятикилометровая, трехкилометровая, двухкилометровая. Почему? Потому что сейчас люди выходят, занимаются скандидавкой, ходьбой, простой ходьбой, легкой пробежкой. Тренировка вот в таких холодных условиях, это конкретно гипоксина. Специально ездят, чтобы тренироваться в условиях гипоксии, ездят, поднимаются на гору, там на полторы, на два километра. Татьяна Журкова, как мне вот все время объясняла, это у нас трехкратная чемпионка мира, заслуженный мастер спорта. Она говорила, я выиграла свои тренировки, свои соревнования, тренируясь здесь, ну, там, соответственно, уменьшает свой объем, интенсивность, тренируясь здесь, в погодных условиях суровых. Она вот достигала свою общую специальную выносливость во время вот таких суровых условий. Вот поэтому правильное использование в наших климатических условиях даже у спортсменов может принести кокуину или он упользован. Я говорю, грамотное, правильное использование. Если мы сейчас, услышав то, что я говорю, начнут на 50 градусов все бегать, то это может даже негативно, конечно, будет скажется на здоровье людей. Поэтому здесь ключевое слово грамотное использование. Да, грамотное, я всегда подчеркиваю. Дмитрий Николаевич, вот вы говорили, что для любого спортсмена всегда очень важную роль играет тренерский и преподавательский состав. Вы сами были много лет тренером команды по лыжным гонкам и работали в Институте физической культуры и спорта СФУ с самого дня его основания. Как за 20 лет изменились методики подготовки наших тренеров и преподавателей в области физической культуры? Что перешло от старой школы и какие новаторства появились? Вот тех лет, скажем, 80-х, 70-х лет, когда я начинал работать тренером, теория методики физической культуры, которыми у нас учились, изменилась. По методам тренировки почти так же осталось. То есть методы, что был равномерный метод, там попеременный метод, интервальный метод, кругу они все остались, изменилась методика тренировки, как механизм действия данной методов тренировки. Это обусловлено тем, что у нас ежегодно меняется, скажем, правило соревнований. Правило соревнований, если мы боролись 9 минут без отдыха, сейчас всего полторы минуты. Это за полторы минуты с отдыхом надо иметь, наверное, такую силовую подготовку, скоростно-силовую, влаживаться, за полторы минуты ты должен победить, дать уста человеку. Конкретно начали применяться новые компьютерные технологии. Правильно ли он задание выполняет, неправильно ли выполняет, насколько он эффективно сделал, перегрузился иногда или нет, перегрузился или нет, или не догрузился. Мы уже во время тренировки видим на расстоянии, потому что все это у него есть, датчики, мы уже на расстоянии все это видим. Дмитрий Николаевич, на прошлой неделе в Якутске прошел чемпионат России по кикбоксингу. Как вы думаете, что послужило стать Якутией, сделать Якутию привлекательной, чтобы проводились в ней такие масштабные, крупные спортивные события? Самое хорошее в нашей республике, у нас очень много болельщиков. Проводящие организации и спортсменам болельщик, это подпитка для показания хороших результатов, скажу. Это первое. Второе, когда заключаем мы различные договора о проведении соревнований, наше правительство, там ставят условия. Наше правительство часть расходов берет на себя. Это привлекает нас. Возьмем наши авиакомпании Якутия, по акции перевозят их сюда. Там 50%, 25%. Проживание у нас всегда идеально. Проживание вообще идеально. И из них питание и проживание у нас тоже на льготных условиях дают. Но самое главное, у нас медали, по сравнению с тем, которые там дают, с металлическими, с каким-то, может, там, олово и так далее. С примесью, у нас же примесь золота идет, с серебро идет. Это очень вовлекает. К нам едут почти все именитые борцы, боксеры и так далее. Ну, а многие тренеры и так далее, вот, когда у меня спрашивают, едут сюда посмотреть-то. А что их впечатляет вообще в Якутии, спортсменов? Они очень много дружат с нашими спортсменами. Если я вам скажу, у нас в сборную России входит 941 спортсмен. Это почти тысяча, да, целая команда из такой небольшой республики по разным видам спорта около тысячи спортсменов входит. Наши рассказывают, говорят, показывают. Они хотят вовсе все это увидеть. Вовсе хотят увидеть, поэтому они сюда приезжают посмотреть наш быт, нашу культуру. В основном их интересует эсэх. Эсэх интересует, или как наши морозы. Вот привлекает в основном наши вот такие, наша особенность, наше отличие от тех или иных, особенно вот это климатическое условие, где мы живем. Для них экзотика? Да, для них экзотика, и они убеждаются очень. Вот когда я своих друзей, которым учился, сюда пригласил на эсэх, они смотрели, 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 потом вечером, когда начали улетать, оказывается, думаю. Ну, говорит, Дмитрий Николаевич, ты, оказывается, совсем другой человек. Я говорю, а почему я другой-то человек? Я говорю, ну, я думал, вы как мы русские, говорят. А у вас, оказывается, своя вообще отдельная культура. Ну, язык языком, у тебя совсем отдельная культура, совсем быт другой. Во всех других условиях живете. Оказывается, совсем другие люди, говорят. Насчет другой планеты. Самыми популярными видами спорта в Якутии, конечно же, ну, всегда остаются это национальные виды спорта. Хабсагай, Масречни, якутские национальные прыжки, да? Как за последние годы развивались эти виды спорта, и как им удалось выйти на общероссийский уровень? Взявшись за все это, вот, в нашу руководитель начали ее продвигать. Продвигать начали, им дало это позволило, когда вышло, вот, указ вышел Владимир Владимировича Путина о том, что национальные виды могут культивироваться по всей Российской Федерации. И тогда вот наш Масречни вышел. Вышел. Я бы хотел сказать только пока про Масречни, потому что он уже вышел на международный уровень. Международный уровень – это уже 52 зарубежных страны, начиная от Германии и так далее, Монголии, Америки. Там уже все занимаются. Там созданы даже в некоторых местах не одно, а несколько федераций по Масречни, которые руководят. В Индии даже школьную программу ввели Масречни, она очень привлекает тем, что доступно. Хотя это единоборство, оно менее травматично. В борьбе, например, травма в боксе, очень много травм, с последующими, очень большими последствиями. А здесь ее нету. Хорошая зрелищность, прозрачность. Там нету такого, что, например, в фигурном катании или в единоборствах по боксу можно проигравшему сказать, что он выиграл. Здесь перетянул палкой и все. Поэтому быстротечность, в основном, получение победы или получение той или иной медали всегда привлекала спортсменов и людей. Через национальные виды спорта сейчас, в данное время, очень много таких объединений идет. Ну, а Россия почти вся занимается. Почти все регионы занимаются и выступают на командах. Хотя после этого наши спортсмены свою методику тренировки, методы тренировки, вот то, что я сейчас рассказывал, даже с научным сопровождением начали выполнять. Дмитрий Николаевич, в конце нашей программы «Якутия 20 лет в 21 веке» мы каждому герою задаем три специальных вопроса. Вы готовы, да? Итак, главная черта характера настоящего якутянина? Наш якутянин – это скромный, сдержанный и менее эмоциональный человек. О чем никогда нельзя забывать в Якутии? Это самое главное, что скоро лето закончится. Зима близко. Да, зима близко и так далее. Всегда надо быть готовым к этому, нашим крестским климатам. Если вы проснетесь в Якутии через 20 лет, что вы увидите за окном? Это будет через 20 лет намного более современный город Якутскино. Что ж, огромное спасибо, Дмитрий Николаевич, за то, что поделили свои мнения о развитии нашей республики. Время нашей программы подошло к концу. Я, Ларина Сукуева, с вами прощаюсь. Увидимся с вами в воскресенье на телеканале НВК Саха.